Выдвинь шторку, пожалуйста. Нет. При чистке крыши в скользкую обувь главное искать вот такие болтики, чтобы не поскользнуться, то есть мы еще не... при чистке крыши в скользкую обувь при чистке крыши в скользкую обувь я это тебе что? Почему их придумали только сейчас? Но это же просто супер находка Теперь ваш маленький секрет точно никто не узнает Почему? Вот разница между сидя и стоя Вот мы едем сидя, смотри, тебя подкидывают Видишь ты? Улетаешь вот туда Вот ты слетел, вставай стоя Стоя, вставай Интересно, что будет, если на Сапина откнуться на рыбу меч? Да насрать не тура Какая ты дистанция, как я должен понять? Ну вот, по росту модельки 400 получается О, видите, я вот так вот его сопоставляю Получается это 400 метров Сейчас попадет Такой вот дальномер Ну и убиваем легко Вот какая ты дистанция, как я должен Просто не пускать щелкнулся Да Влад, слушай, поменяй себе фейсера Я да гандон заебал Я ему щелкнул когда-нибудь, я тебе отвечаю Ладно В США мужчина подключился к заседанию суда о лишении Его же прав за рулем машины На вопрос судьи, что он делает за рулем Мужчина ответил, что паркуется Адвокат попыталась смягчить ситуацию И попросила перенести слушание Но судья все быстро понял И кроме лишения прав Мужчине назначили еще неделю тюрьмы И обязали явиться в ней в тот же день В США мужчина подключился Ошибка людей, которые живут за МКАДом А работают в Москве То, что им до дома добираться пару часов А я наоборот Работаю за МКАДом И живу в Москве И еду домой без пробок Ну и еди нахуй Вы слышали шутку про рейнджровер Что для того, чтобы владеть рейнджровером Нужно покупать второй на запчасти Так вот Это не прикол Ой, блядь Какая-то хуйня тут Давай продадим твой Х5 И купим нам два Лисян Ли 9 Один тебе, один мне Я тебе че? Осуждаю, долбанё Дорогое Ёб твою мать Сколько я к тебе шёл Гандон, блядь В китайском Чуньцине достроили мост Под которым теперь собираются толпы туристов В ожидании кадров из Интерстеллара На закате пейзаж с бетонными конструкциями Напоминает одну из сцен в фильме Как будто это что-то на другой планете В китайском Чуньцине достроили С помощью этого устройства Вы сможете обездвижить кого угодно Боу Лары Это нелетальное удерживающее устройство Которое выпускает трёхметровый трос Чтобы обездвижить человека На расстоянии до восьми метров Оно оснащено электронной системой срабатывания Аналогичным механизмом подушек безопасности Бля, мне надо такую ходить Что обеспечивает быстрое действие С помощью этого... Прикольная тема А если в лицо прилетит Ну всё, хуёво А можем просто покататься Вот, ну, это вам А у вас... А, ничего страшного, это вам Это мне? Да, да Просто покататься Так и что, и что вы хотите? Ничего, с вами поболтать просто хотел Я реально, я каждый ролик у вас выжил Почему? Ёп твою мать Мне так нравится постоянно Блин, спасибо Спасибо, очень приятно Мне так приятно Я как будто, блин, этот... Ходить кушать? Не, спасибо Блин, ну... Прикольно, я так смотрел Вообще, мне так нравилось Вообще, я такой прям... Но вот именно такие люди, как вы Заставляют делать контент Продолжать не останавливаться Да вы же серьёзно, что ли? Да не гони, как мы все Блин, спасибо Дети! Похоже, это самые большие мальчаевые Ну и всё, хоть я... Хоть бы... Хоть... Хоть им заспал Я вас не особо обидел Вы что, вы что, издеваетесь, что ли? Чем вы могли бы не обидеть? Ну, я... Ну, вдруг в ваше время там контент Я не знаю, что это занял О, глядь Надеюсь, он долго его не заёбывал Чёрные дыры не сосут Хорошее начало Ладно, а что они делают? Вот, начнём Чёрная дыра не засасывает в себя И что-то, когда пролетает мимо Оно туда падает Да Она даже свет может отклонить и завернуть Чёрные дыры Это области пространства С очень концентрированной гравитацией Это не тела И это материя, которая уже погибла Под действием гравитации Ну, звезда почему горит? Ну, потому что гравитация её сдавливает Гравитация самой звезды Она сама себя сдавливает Звёзды зажигают гравитацию Горит не за счёт гравитации Но зажигает гравитацию Как только вы берёте 80 Юпитеров Юпитер самая большая планета у нас в Солнече Возьмите 80 Юпитеров вместе Они перестанут быть Юпитерами Они станут звездой То есть звезда — это такое противостояние материи Вот этому давлению гравитации Нихуя не понял, но очень интересно Если это по каким-то причинам не происходит То она Откуда он знает? Ну, он там был, наверное Уступает гравитации Уходит куда-то внутрь, в центр, куда-то вглубь Мы не очень знаем, что с ним происходит Снаружи остаётся пустое пространство Но это пустое пространство Пронизано таким сильным гравитовым полем Что оно не выпускает оттуда даже Ну, я точно понял, что у него микрофон такой же, как у меня Получается, я тоже могу теперь с умным лицом Говорить про чёрные дыры Как они сосать не могут Чёрные дыры не сосут Чёрные дыры не сосут, всё Сегодня бы я хотел поговорить про адаптеры Apple Точнее, про их переходник Потому что вот эта штука может убить тебя и всю твою семью 5,2 вольта Ну, у меня и нет такого 2,4 ампера 12 ватт Вроде бы, как бы, не очень много, да? Но в этом адаптере есть вот такая штука Переходник на 220 ватт А прикол здесь вот в чём Ломается вот такой адаптер таким образом И, представляете, мой ахуй Мне звонит Катька и говорит У меня адаптер сломался Типа, из розетки торчат какие-то херовины Я подумал Что бы это могло быть? Ну, говорю, не трогай, давай я приеду и посмотрю Я вижу, что два вот таких вот рога Торчат из розетки, бытовой Это пиздец, как опасно У вас ломается адаптер И, типа, если у вас есть дети Ребёнок может подойти такой Это оголённые контакты 220 вольт Чем это грозит, мы выясним чуть позже Да, блядь, а можно было выяснить В этом рилсе, нахуй, дебил Шортсе, точнее Многие задаются вопросом Почему одни люди всю жизнь следят за здоровьем И в итоге умирают от рака Когда другие убивают себя Всем, чем только можно И до сих пор живы Я думаю, одним из ответов на этот вопрос Будет вот этот наглядный эксперимент С куском урановой руды В облачной камере Вильсона Каждый след Это радиоактивная частица Которая несётся со скоростью пули Если такая пуля попадёт в вас То она вместо ткани и костей Разрывает ваши ДНК и молекулы А это чистый радио извлечённый Из множества тон урановой руды Который будет так стрелять Во все стороны без остановки Больше тысячи лет Представьте, что у вас в комнате Где-нибудь лежит такой камешек Или по какой-то причине Частички пыли урановой руды Попали в краску И вам потом набили ею татуировку Или вы собрали камешков на обочине И обклеили ими фасад дома Помимо урановой руды Есть и другие естественные минералы Искусственные созданные нами Радиоактивные элементы Считай все элементы В таблице Менделеева Начиная после свинца Являются радиоактивными И кто знает в каких домах Стреляют сейчас сувениры И металлолом Вывезенный в черную из Чернобыля Многие задают Получается надо купить этот счетчик Как он там Гейгера, блядь Или гея И проверить хату И все Я, блядь, прям сейчас это сделал Что-то ты меня, сука, загнал Блядь Что-то я загнался, сука Ща я куплю И проверю, пожалуй, свою квартиру Мало ли тут по мне, блядь Уже стреляет Три года Сколько я тут живу У меня там рак жопа уже, блядь Четвертый старик Фу-фу-фу нахуй Как там на английском? Пояснительная бригада Скорость света Триста тысяч километров в секунду Сколько? У черной дыры Настолько сильное притяжение Что даже свет Не может покинуть этот объект Поэтому она и черная Кто, блядь Так, все, вот есть Nuclear radiation detector Детектор Добавить Все Блядь, девяносто девять долларов Я Tower Road А полицейскую кружку тебе подарили, да Наверное, радиоактивная Я сейчас все проверять буду Нахер И вот этот еще тоже купим Можно воду проверить Яблоко проверить Радиацию, короче Все Сейчас, короче, закупимся Найс на квартиру копишь Блядь, ты что? А если я сдохну от радиации? Я не смогу квартиру купить Алло, аналим В твоей квартире счетчик Гея точно будет зашкаливать Ааа, блядь Аааа, судя Байи блядь Немного о плюшках Те, кто опять Вот мы с утра потом Какой криповый факт Вам бы никогда не хотелось знать Озвучено при поддержке Авиасейлз Я медсестра Я поняла, что Некоторые люди Готовы использовать Любое отверстие Для реализации Своих интимных утех Даже хирургическое Отверстие в желудке Для сбора Какашек в мешок колостома Более того, некоторые люди с колостомой занимаются проституцией И дают клиентам воспользоваться этим отверстием Откуда мы знаем? Они поступают к нам с инфекциями, возникшими в этих отверстиях И признаются в случившемся Я также узнала, что это так называется филадельфийская коляска В ситуации, когда у вас в глазу застревает мошка А вы не можете ее вытащить Ваш глаз расщепляет ее и съедает Кто расщепляет мой глаз и съедает? Возвращая все питательные вещества Тот факт, что у вас в доме буквально нигде нет места Где можно хранить зубную щетку, чтобы на нее не попали фекалии Спасибо разрушителям мифов Че, блядь? Во время рождения на... Чьи фекалии? Нашей дочери мне пришлось делать кесарево сечение И я услышала, как один врач сказал другому Передай мне матку, я ее промою Я до сих пор не знаю И не хочу знать, реально ли мне вынимали матку Люди, страдающие аллергией на тараканов Не могут пить молотый кофе Потому что в нем присутствует некоторая доля молотых тараканов В полное видео... Ээээ... Хорошо, я кофе не пью А учитывая теорию, что преодолевая скорость света То можно преодолеть время и пространство То прыгая в черную дыру, все скажут, что ты не герой Насколько бы ты ни был героем Дыра все равно чернее Понял В 86-й год пятилетний Ливан упал в вольер с гориллами и потерял сознание. Теперь мальчик находится во власти двухметрового вожака по кличке Джамбо, весом около 150 килограмм. Горилла неспешно подходит к ребенку и делает выпад вперед, как бы закрывая мальчика от другой гориллы, защищая не только его, но и подопечного своей стаи от необдуманных действий. Ведь группа смотрителей с оружием была уже в пути. Джамбо гладит мальчика, как бы проявляя сочувствие. Он сидел рядом с ним, не подпуская никого из других горилл. Но напряженная ситуация у наблюдавших переросла в панику, когда мальчик заплакал. Никто не мог спрогнозировать, как поведет себя Джамбо. Может ли он напасть, расценив крик как угрозу. Но Джамбо тут же бросился прочь, командуя остальным следовать за ним. Вожак загнал всех горилл в вольер, издали наблюдая, как спасают его невольного гостя. Джамбо прозвали нежный великан и увековечили его поступок в статуе на территории зоопарка. 80... Обезьяна умнее многих людей. Не буду говорить каких. Рядь. Редактор субтитров А.Семкин